Я хотел прикоснуться к другой точке. Это проблематика пост-ядыша. Это очень модная теперь проблематика, которая была, между прочим, выражена великим ядышистом Нил Джекобс. И Нил Джекобс говорит о пост-ядыша как отклик ядыша в современных нееврейских языках, на которых говорят евреи. Типа английский в США и в Великой Британии, русский язык в Российской Федерации, испанский в Аргентине, португальский в Бразилии. И даже очень нееврейский язык иврит в Идрайле. Эти все языки сохраняют внутри себя отклики от потерянного ядыша. И я думаю, что Сойко-Роленко является отличным примером этой пост-ядышской эры, где сохраняется какая-то связь с потерянным языком ядыша. То, что можно называть, если употребить формулировку этого Джекобса, Ашкеназик вербал-код, еще раз код, да? Это семиотическое и необязательно лингвистическое выражение какого-то связи с потерянной речью ядыш. И я думаю, что у Псоя, хотя Псоя владеет каким-то образом ядышем, чувствуется эта воля совместить ядыш как ядро с некими откликами ядыша внутри нееврейских языках, которые становятся еврейскими именно потому, что они выражают эти отклики потерянного языка. Что Вы скажете об этом? Я хочу сказать, вообще, прежде всего поблагодарить за это очень важное замечание, на самом деле, которое как нельзя лучше выражает диалектику моей работы с ядышем. Недавно мне пришлось отвечать на вопрос по этому поводу замечательным ядышистом, филологом, этнографом Михаилом Крутиковым. Был мне задан очень важный, я бы сказал, не только творческий, но и жизненно важный вопрос, психологически важный вопрос. Не боюсь ли я вследствие лучшего изучения ядыша, более прилежного изучения ядыша, потерять некую неповторимую вибрацию вот этой амбивалентности, этого ощущения флирта и ускользания языка в своем перформансе? Не боюсь ли я потерять за счет лучшего владения языком ту перспективу, которую я показываю, перспективу неполного владения языком, перспективу нехватки, манящей, приманки, нехватки, лаяка, лакановской, нехватки, показать перспективу ускользания, перспективу флирта, рассказать о себе, о том, что для меня этот язык, он для меня станет чем-то другим, если я овладею им. И о чем я тогда буду рассказывать? Я сказал, что этого ни в коем случае не боюсь, что от знаний никогда не мешало никакой работе. И пример этого я подтвердил, что за последние годы я немножко лучше стал владеть идышем. Хотя, конечно, я пока еще на уровне прилежного продолжающего. Но от этого ничуть не стал беднее мой перформанс, завязанный идышем, он стал богаче и полнее, смею надеяться. Я начал больше немножко пространства открывать для себя в сфере перевода и так далее. Поэтому я, конечно, не боюсь этого. Но совсем потерять вот эту перспективу, возможность показывать, демонстрировать дистанцию, я бы тоже не хотел, потому что это важная часть моего шоу, это то, о чем я рассказываю. И где-то дух эпохи. Правильно, поэтому я очень важен, что вы говорите об этом, что это дух эпохи, пока. Ваш идыш очень обаятельный, потому что он именно исполнен с неким русским акцентом, что обозначает именно подсоветскую, российскую специфику. Едыша. Спасибо. 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 Спасибо.